Привет вам всем, мои дорогие! Это мое пятое видео на всех парусах Хорватии. Ну, вы помните, мы были в маленьком городке Примоштен, а сейчас мы на пути на остров Шолта. Остров довольно-таки большой, но на нем есть маленький городок Масленица. Я написала с буквой И Масленица. Нет, это не описка, что я как будто бы я не знаю, как пишется Масленица. Но вот если вы посмотрите на английское написание Масленица, там с буквой И, поэтому я так и написала. По расстоянию, если посмотреть по карте, то Примоштен, городок, не так уж и далеко от Масленицы. Но нельзя идти под парусами рядом с берегом. Ну, там и всякие камни, и все такое. И поэтому сначала мы плыли в сторону Адриатического моря, то есть вглубь Адриатического моря, чтобы плыть под парусами. Вглубь Адриатического моря, и ветер был позади нас. Мы, конечно, подняли паруса, но потом, когда мы повернули вдоль побережья, влево, то ветер стал справа, и нужно было, ну как, менять положение парусов, менять положение лодки так, чтобы ветер нас нес. Ну, и там был такой трюк, так сказать, такой прием, который они знают, я не знала такой прием, они это сделали, пока я стояла за штурвалом, опустили большой парус там на какое-то расстояние ниже, ну, чтобы подкорректировать наши координаты, наше направление. Видите, как накренивалась лодка, я даже, короче говоря, должна была держать штурвал, но оказалось, что штурвал держал, держал меня. В общем, волны были большие, ветер был до 30 нотиковых миль, как это по-русски, поняли меня, да? И наша скорость, скорость лодки была где-то от 9 до 10 миль, тоже нотиковых миль. Это очень большая скорость, это не без мотора, только на парусах. Ну, в общем, качало нас здорово в тот день. Это было, пожалуй, самое-самое такое жесткое плавание на парусах. Посмотрите, как кренилась лодка. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Ну, вот она и Масленица. Мы проплыли где-то около 30 миль. Ну, сами умножайте на 1,6. Это будет где-то 48 километров. Это много. И особенно вот в таком интенсивном напряжении это очень-очень действует, я не знаю, на голову, когда тебя всё время качают из стороны в сторону. И, ну, устаёшь, конечно. И мы были снова очень рады, что Масленица наконец-то показалась, что мы можем пристать здесь, в этом маленьком городке. Здесь, здесь же, ну, вот наша лодка уже здесь. Здесь же есть и небольшое кафе, но в кафе только мороженое и кофе, и больше ничего нету. Поэтому мы пошли, как всегда, разведывать с Беном. А что ж там ещё есть? Как я вам уже говорила не один раз, что все городки, где бы ты ни плавал, плаваешь на Карибах, если ты посмотрел 2-3 городка, все остальные кажутся одинаковыми. И здесь точно так же. Вот это, кстати, мы спорили с Беном. Что же такое? Может, административное здание, может быть, офисы. Оказалось, что это отель, гостиница. Вот такая интересная гостиница. И ресторан там. Так вот, и когда, и в Хорватии тоже. Посетил ты 2-3 городка, остальные кажутся уже одинаковыми. Ну, конечно, каждый городок особенный. В нём есть какая-то, как в России говорят, изюминка. Так вот, во всех городах есть изюминка. Но в основном они кажутся уже похожи. Этот городок чуть больше. Помните, я вам показывала маленький городок с одним, с одной женщиной пожарной. Пожарник или пожарник, как это называется. Этот городок побольше, конечно. Здесь несколько супермаркетов есть. И ресторанов побольше. И даже, вот, видите, магазинчик, где можно купить какую-то одежду. Ну, то есть, этот довольно-таки большой городок. Но всё равно, если сравнить, например, со Сплит, вы видели Сплит, или с другими городами, это, конечно, очень маленький. Маленький, но уютный. Снова, я вам говорю, тихий. И мы искали какой-нибудь супермаркет, посмотреть, что там есть, какие овощи, фрукты есть. Ну, и вот такой вот маркет. На улице продают. И внутри. Я купила здесь черешню. Очень хорошая, вкусная черешня. Местная. Они говорят, от Сплита. То есть, недалеко, рядом со Сплитом, там, видно, деревья есть. Черешню выращивают. Ну, и вот у всех городков таких приморских есть заливчик, и он называется, кстати, Масленица Лука. Это залив, Масленица. Ну, и городок. Это туристический городок. Вот видите, туристический такой теплоходик, пароходик, катерок. И есть небольшой пляж. И всё. КОНЕЦ. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Мы были навстречу новым приключениям, мы не знали, что ожидать от погоды, потому что рядом с берегом одна погода, когда ты отплываешь от берега, плывешь вглубь моря или океана, погода может быть совершенно другой. Но мы надеялись, что может быть сегодня будет потише, потому что три дня подряд интенсивного плавания, вы знаете, это выматывает, будем так говорить, на самом деле так. Ну и каждый знает свое место. Вот это вот мое место, когда мы отплываем, я отвязываю шлюпку, смотрю, чтобы мы не задели другие лодки, чтобы нос лодки не задел окружающие лодки, чтобы мы не повредили нашу и наша не повредила соседняя. Это вот моя обязанность. Очень хорошо, когда на лодке четыре человека, не два. Когда мы с Беном бегаем из стороны в сторону. Вообще-то он за штурвал, а моя бегает в такой ситуации. Ну что ж, мы отплываем из Масленицы. Оплывем мы на островок и городок Милна. Не пропустите, будет очень интересно. Миру мир, нет войне. Всего вам хорошего.